В Московской области стартовал пилотный проект по внедрению нового единого стандарта управляющих организаций. Ленинский округ вошел в девятку муниципалитетов, где началась реализация проекта. Постепенно планируется, что управление домами должно выйти на более новый, высокий уровень, благодаря внедрению единого стандарта. Потому что многие управляющие организации иногда и халатно исполняют свои обязанности. Иногда где-то возникают вопросы у жителей, на которые не получают ответа годами. Такие случаи нам известны. Поэтому для искренения данных факторов и совершенствования технологии управления квартирным живым фондом и создан проект, который называется «Управляющая компания Наш Дом». На сегодняшний день предприятие, работающее под крылом Видновского ПТО городского хозяйства, обслуживает четыре многоквартирных дома. Офис сервисной управляющей компании «Наш Дом» начал свою работу по адресу проспект Ленинского Комсомола, 23, корпус 3. Сюда уже приходят посетители. Работает электронный терминал по оплате услуг. Ведется прием квалифицированных специалистов, готовых дать ответ на любой вопрос. В офисе новой сервисной управляющей компании светло и уютно. Здесь даже есть игровая зона для детей, если вдруг взрослые взяли их с собой. Вероника, скажи, что ты нарисовала? Свою любимую игрушку. Ее зовут Зайка. Сверху Вероника написала «Наш Дом». Можно сказать, это такая своеобразная детская эмблема управляющей компанией. Екатерина Муравьева в сфере ЖКХ трудится три года. Профессионализм, вежливость и уважение к клиентам – главные принципы в ее работе. И на новом месте она уже освоилась. Приходит, интересуется за оплату коммунальных услуг, за благоустройство территории вокруг дома. В принципе, пока эти вопросы. Мы создаем заявки. Соответственно, когда заявка уже рассмотрена, жители получают ответы. Глава Ленинского городского округа приехал в день официального открытия офиса сервисной управляющей компании, чтобы лично оценить его работу. Алексей Петрович сказал, что проект «Наш Дом» – это инициатива, рожденная логикой жизни. На территорию округа работает порядка 40 управляющих компаний и товарищи с собственников жилья. Но, к сожалению, по словам главы муниципалитета, не все одинаково качественно. Эта идея была связана с чем? Создать управляющую компанию с муниципальным контролем на базе, как правило, ресурсоснабжающих организаций. Тут надо понимать, что это крупные, как правило, мупы или контролируемые администрациями предприятия с очень большой обороткой. Потому что они являются в нашем случае поставщиком тепла, канализации, воды. Это миллиардные обороты по году. И второе, как бы я сейчас скажу простым языком, этим организациям некуда бежать. То есть она не может уйти завтра с рынка просто по определению. Она корнями вросла. А потому является наиболее надежной среди других. В управление нашего дома будут попадать все спорные дома, а также дома, оставшиеся без управляющих компаний. В процесс начнут внедрять самые последние информационные технологии. А именно появится сайт в соответствии с фирменным дизайном, созданы аккаунты в социальных сетях, общедомовые чаты в популярных мессенджерах. Все, чтобы иметь возможность предоставления качественных услуг жителям.